Здравствуйте! Видеорегистратор подключен. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Все предупреждения включены. Чувствительность средняя. Приятный поезд! Интернетресурсмегаобзор.ком представляет обзоры тестирования видеорегистратора High Screen Black Box Radar Plus. Это интересное устройство, совмещает сразу и видеорегистратор, и радар-детектор. Также имеется GPS-приемник. Рынок видеорегистраторов активно развивает. Разработчики таких устройств представляют все новые и новые устройства. Одна из интересных тенденций – это гибридные устройства. Рассматриваемый нами образец как раз относится к таким. Тесты стоимость устройства составляет 8 990 рублей. За эту цену можно купить отдельно и регистратор, и радар-детектор. Устройство поставляется в белой коробке. На гранях упаковки размещены фотографии регистратора, а также описание его характеристик и привычек. Помимо самого устройства, внутри обнаружен кабель USB, зарядник с USB-штекером и видеокабель с тюльпанами, а также присоска и крепеж на стекло. Инструкция и гарантийный талон. Отдельно отмечу, что у зарядного устройства есть USB-вход. Можно заряжать телефон или планшет. Дизайн устройства представляет собой моноблок с откидной крышки. Основные цвета – черный и красный. В откидной крышке установлен дисплей. На лицевой части крышки размещен логотип бренда и название модели. Второй дисплей размещен на грани направленной стороны салона. На нее выводится индикатор сигнала радаров, электронный компас и индикатор данных. Тип информации зависит от конкретной ситуации на дороге. Элементы управления выведены на верхнюю часть корпуса. Перед клавишей плюс одна центральная кнопка. К сожалению, разобраться, за что отвечает каждая кнопка без дополнительного изучения инструкции, будет проблематично. Да и сам вход в меню представляет большие трудности, особенно при движении. На переднюю панель выведена кнопка видеозаписи. Она же отвечает за включение и отключение устройства. С ее помощью можно начать защищенное видео. Основная часть корпуса видеорегистратора выполнена из черного пластика SoftTouch, а панели вывода информации глянцевые. Объектив камеры сложился слева с четырьмя инфракрасными датчиками. На обеих сторонах грани размещены красные рельефные вставки. Никакой функциональной нагрузки они не несут, но в целом делают дизайн High Screen Black Box Radar Plus более завершенным. Слева выведен порт miniUSB, под для адаптера питания и штекер для кабеля внешней антенны GPS. В завершение отмечу, что крепежно-лобовое стекло поддерживает вращение на 360 градусов. И к самому стеклу он крепится уверенно. Трость записывает видео в формате Full HD с разрешением 1920 на 1800 точек. В отличие от прошлой модели, здесь реальный Full HD. Угол обзора или диагонали составляет 130 градусов. Можно задать промежуток времени для технической записи. 2, 5 или 10 минут. Поддерживаются карты до 32 гигабайт. Примерно можно сохранить видео за один день активной езды. Важные моменты можно защитить одним кликом. Такие видеоролики не перезаписываются. Система подсветки из 4-х красных инфракрасных диодов поможет при записи в темное время. Но дальше света фар они не просвечивают. Один из основных модулей это радар-детектор. Он оповещает о камерах, работающих в диапазоне ИК, КА, КУ. Включая и сигналы комплекса стрелка СТ на расстоянии 500-700 метров. Есть возможность регулировать чувствительность. Полезным функционалом является наличие GPS-модуля на борту. Дополнительно к видео ведется запись маршрута следования, которую можно посмотреть с помощью специальной программы, идущей на карточке. Выводится маршрут на карту Google Maps. Это также может помочь в спорных ситуациях на дороге. Эта же программа выводит данные с G-сенсора. Там сенсор отслеживает перегрузки по трём осям. В случае превышения пороговых значений, резко торможения или разгон, начинается минутная запись нестираемой области на карте памяти. На текущий момент доступна обновлённая прошивка и список камер. Приятным дополнением является аккумулятор. На борту находится батарея ёмкостью 550 мАч. Коследствию можно записывать ролики автономно. Образец тестировался в течение одной недели, и за время активного использования сложилось общее мнение, что выявлены плюсы и минусы. Из плюсов могу отметить реальный Full HD, качество материалов, надёжное крепление, точки поя, обнаружение радара, включая стрелку. G-сенсор, GPS, аккумулятор, приемлемая стоимость, наличие USB в корпусе автомобильной зарядки. Из минусов можно отметить нелогичный вход в меню и периодические вылетания модуля радар-детектора. К сожалению, причину этого выявить я так и не смог. В целом устройство заслуживает внимания и вполне справляется со своей работой. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok